Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, что такое плакат? Если вы залезете в Википедию, которой верить далеко не всегда можно, вы можете услышать и прочитать там даже такие вещи, что плакат берет свое начало в Древнем Египте. Мягко говоря, это неправда. Литография в середине XIX века. Чем эта техника интересна? В отличие от набора книжного, способ литографии позволял нанести большие изображения на камень, с которого потом и осуществлялась печать. И появилась возможность делать именно иллюстрированные, интересные афиши. И вот графический язык плаката начал формироваться, естественно, с развитием этой техники в середине XIX века. Во Франции первым на эту тему стал работать Жюль Шерре, и именно он сформировал основные принципы графического языка плаката. В его плакатах очень явно сразу появилось, в отличие от живописи, пятно локального цвета. Это первая такая основополагающая история. Причем неважно, плакат это зрелищный, как здесь реклама дворца ледового спорта, или это плакат рекламный, как вот здесь мы видим моторное масло для автомобилей. Что интересно, какие принципы, кроме локальных пятен света, ввел Шерре? Выведение одного из персонажей прямо на передний план, чтобы этот персонаж общался со зрителем. И тем самым возникает, ну вот человек, который идет мимо такой афиши, он не пройдет мимо, он остановится, он захочет посмотреть, что же там дальше написано маленьким шрифтом и прочитает всю дополнительную информацию. Кроме этого, и шрифт, и картинка, плакат это не картинка с надписью, а это единая композиция, в которой все это участвует в общей такой игре, рассчитанной на то, чтобы вызвать у читателя и у зрителя определенную эмоциональную реакцию. Ну вот, например, такие художники, как Тулут Латрек, обращались к плакату, зрелищный плакат, то те же самые принципы, видите, яркие пятна, локальный цвет, персонаж на переднем плане именно этого персонажа представляет. Наряду с такими плакатами были и плакаты более перегруженной информации в XIX веке. Например, вот этот вот наборный плакат, в котором много всего интересного, что происходит, масса новинок, так и написано. Набор, использование политипажей, вот эти вот ручки, которые указывают на одно из названий. Плакат все время, с самого начала своего существования спорил, какая же функция в нем главная. Первая функция – это привлечение внимания, аттракция, реклама, а вторая функция – информация. И вот в каких-то преобладает одна, в каких-то другая, все зависит от того, на что это рассчитано. Например, ну вот театральный плакат, он в большей степени похож на программу, потому что, если это театр стационарный, театр находится в своем городе, не едет на гастроли, значит, нам интересно, кто играет сегодня в этом спектакле. Перечислены, все перечислены, какого числа будет следующий спектакль, какие цены на билеты, прочая информация. Вот эта вот вся история, она у нас именно идет в плакатах, к которым не надо привлекать все внимание. Плакат этот висит на стене театра, в котором, собственно, и происходят события. А если же гастрольная история, то вот, например, очень известный такой художник Альфонс Муха, он посвятил целую серию плакатов актрисе Саре Бернар. И вот эта вот большая картинка, она привлекает внимание, в первую очередь, в портрет Сары Бернар в определенной роли, а вокруг идет информация о спектаклях, поскольку это именно гастроли в другой стране. Вообще, вот я начала именно с театрального плаката, потому что плакат «Зрелищный» – это один из основных видов. Вот русский плакат художника Соломко, царь Федора Иоанновича. Видите, мы в первую очередь видим здесь картинку, видим название спектакля. Всю остальную информацию мы сможем прочитать мелкую, только если подойдем ближе. Это еще один из принципов плаката, так называемый стоп-эффект. То есть плакат в первую очередь обращает на себя внимание каким-то знаком, люди останавливаются, смотрят, и только после того, как они остановились, они могут получить информацию уже второго ряда. Кроме зрелищных плакатов, очень большое место занимают плакаты рекламные. Вот это вот классический рекламный плакат того же самого художника Альфонсо Мухи. Шоколад. Какао-порошок. Во Франции он называется шоколадом. Это реклама какао-порошка. Это реклама велосипеда. Обратили внимание, на многих рекламных плакатах обязательно присутствует персонаж, какая-нибудь девушка или портрет потребителя, того, кто будет пользоваться именно этим товаром. Вот такой принцип в плакате зародился в конце 19 века и во многом существует до сих пор. Вот еще один плакат рекламы велосипеда. Тут, пожалуйста, рассказывают много разной информации по бокам о том, сколько миль может выдержать этот велосипед по такому типу дороги или еще что-то такое. Но вначале мы видим именно красивую картинку персонажа на этом велосипеде. Возвращаясь к зрелищному плакату, очень многие художники обращались к этому жанру. И обратите внимание, как они работают. Было такое явление, русские сезоны в Париже. В начале 20 века Дягилев привез балетную и оперную труппу русскую. И они очень успешно гастролировали во Франции. Вот это афиша художника Серова с балериной Анной Павловой. Персонаж, именно персонаж, а не актер. То есть актер в роли, он существует как бы параллельно зрителю. Он не обращается к нам напрямую, а это звезда, на которую мы пришли посмотреть. Она летит параллельным нам кустом. Этот же образ присутствует в афише Жанна Кокто для тех же гастролей с балериной Тамарой Корсавиной. Или вот оперный плакат Шаляпин в роли Ивана Грозного в опере Псковитянка. Очень интересно не только с картинками работа, но и со шрифтом. Русские футуристы, например, очень часто устраивали такие игры со шрифтом. Это отнюдь не значит, что шрифт можно корежить, коверкать и как-то искажать. Потому что художники-шрифтовики разрабатывают его именно очень сложными способами. Не буду в это вдаваться, но поверьте, что шрифт изуродованный и шрифт хорошо разработанный виден сразу. Отличие между ними. И вот футуристы играют именно хорошо разработанными разными шрифтами, соединяя разные формы из разных гарнитур шрифта, которые тоже рождают определенный образ. В этом есть что-то интересное. Так что, может быть, и такая чисто шрифтовая история плаката. Были после революции и гражданской войны довольно бедные годы, когда плакаты были рукописными. И это тоже может быть способом работы с плакатом. Вот этот плакат, например, для спектакля «Мистерия Буф» нарисован собственноручно самим Маяковским, который автор спектакля, и он же художник, и он же нарисовал этот плакат, и шрифт написал вручную. Вот такая вот интересная история. Еще один наборный плакат художника Акимова. Посмотрите, как соединяется, что очень интересно, с наборным шрифтом соединяются фигуры персонажей, графика, масштаб штриха. Вот это вот очень важная и интересная история. С названием соединяются персонажи. Пятно такой же площади. Масштаб штриха соизмерим со шрифтом названия. А вот весь дополнительный текст, информация второго ряда, он присутствует, как будто какой-то свиток висит из рук у персонажа к правому нижнему углу, если вы обратили внимание. Кроме зрелищных и рекламных плакатов, есть большая еще одна группа. Это плакат социальный. Вот, например, такой плакат, призванный в сбор средств на нужды армии. И артисты проводят благотворительные концерты. Плакат, призывающий на эти вечера в 1914 году, во время Первой мировой войны. Мы видим сразу, что здесь масса символов, истории, театральная маска и оружие. И дальше уже большой текст, который рассказывает о том, как это все будет происходить. В 20-е годы и 30-е знаменитый художник Моор делал очень много интересных социальных плакатов. Вот этот плакат о помощи голодающим крестьянам по Волжу. Вот, помоги. Очень известный плакат социальный. Вы видите сразу образ этого истощенного человека, истощенного именно в средстве неурожая. Там единственный какой-то чахлый колосок на заднем плане. Именно очень интересный графический образ, который в первую очередь призывает внимание. В социальных плакатах очень часто нету дополнительной информации, нету дополнительного текста, а есть только информация первого ряда. Еще один плакат Мора, тоже всем известный. «Ты записался добровольцем, чтобы защищать мирную жизнь от врагов». Призывающий в армию плакат. По окончании Гражданской войны у нас появились новые техники, которые тоже влияли на плакат. В том числе параллельные жанры, например, кино. Кино и киномонтаж привело новое в язык плаката. Вот появились такие фотомонтажные истории. Здесь вы видите, что в единую руку соединяется много разных рук и лиц. Именно прием такого фотомонтажа использовал художник Клуцис. Этот его социальный плакат и еще один тоже фотомонтаж. Сейчас для вас это может быть смешно, когда каждый может на компьютере монтировать разное, но тогда это было именно революционное такое событие, способ монтажа, пришедший из кино. Спартакиада. Социальный плакат, он призывает тоже и... не обязательно какую-то злободневную проблему открывает перед нами, но может призывать к каким-то позитивным действиям. Собственно, киноплакат, поскольку искусство кино нам привело очень много, в этом жанре работали Ли Тоджик-Луцис и Родченко, очень известный художник, и братья Стейнберги. Вот посмотрите, какие интересные киноплакаты, в которых используется сразу кинематографический ракурс, которого не было в живописи традиционной, не было раньше в графике, не было в плакате. Вот этот человек с киноаппаратом, очень интересный плакат. И киноглаз тоже. Обратите внимание, смотрите, как сделана эта история. В театральный плакат это влияние тоже пришло. Вот была такая театральная труппа «Синяя блуза». Видите, что здесь идет соединение с разными жанрами, и в этом плакате, в котором есть информация, как во многих театральных плакатах, она тоже собрана кусками, как монтаж и кинематографический, и в чем-то газетный, может быть даже. То есть проникновение разных жанров друг с друга. В рекламный плакат эти приемы тоже пришли. Вот рекламный плакат 30-х годов про печенье. И обратите внимание, еще с чем соединяется шрифт. Это не просто название, не просто надпись, а это рекламный слоган. То есть какое-то краткое, емкое стихотворение, которое вы можете быстро запомнить, оно может оказаться тоже задействовано в композиции плаката. Еще в плакате обязательно должна существовать метафора. Если эта метафора есть, то есть не прямое иллюстрирование, а придумка очень интересная. Видите, здесь реклама галош, и галоша защищает в дождь и слякость. Галоша, как зонтик, закрывает земные шары от этого дождя. Следующий раздел плаката, о котором я вам хотелось сказать, это плакат военный. Это такая очень острая форма социального плаката, но вот обратите внимание на эволюцию этого плаката, например, в работах художников Кукрыникса. Были такие три художника замечательные, которые работали вместе, Куприянов, Крылов и Николай Соколов. Вот из их инициалов, начальных флагов именной фамилии, создался этот псевдоним Кукрыникс. Вот первый плакат, он еще такой достаточно буквальный, «Клещи в клещи», то есть как провалилась история с окружением Москвы. Планы гитлеровского командования взять Москву в клещи были разбиты. Здесь буквальная иллюстрация. «Клещи в клещи», вот клещами эти клещи останавливаются. Такая странная история. Обратите внимание на следующий плакат. Вот здесь метафора, иллюстрированная, иллюстративная, она гораздо более действенна. Шагающие, замерзающие солдаты превращаются постепенно в кресты. И именно этот образ, он остается в памяти гораздо более емко, чем какая-то история даже с рекламным слоганом. Почему? Потому что графический язык, в отличие от языка словесного, не требует перевода. И именно образная метафора остается в памяти людей разных национальностей, они смотрят на эти символы, они их запоминают. Идем дальше по военным плакатам. Смотрите, вот больше металла, больше оружия. Жест, направление, здесь принципы композиции, которые очень четко работают. Если мы в нашем европейской традиции привыкли читать слева направо, значит, соответственно, все движение у нас идет слева направо. И здесь очень усиленная эта история. Протянутая рука слева направо, она дает направление движению и самолетов, и танков, которые возникают из выплавленного металла, из доменной печи выходят прямо напрямую. и шрифт туда же стремится. Обратите внимание, строчка наклонного шрифта, поставленная на ребро, в результате она дает то же самое направление, по которому взлетают самолеты. От военного плаката мы возвращаемся к плакатам мирному. Вот это вот очень интересный польский плакат. Кстати, если будете интересоваться больше, посмотрите, разные школы плаката национальные, не только наши, но вот польский плакат в 20 веке, это очень интересная такая графическая история. И вот этот вот плакат, который сразу объясняет наступление мирного времени. Вот, пожалуйста, цветы в оружии. Очень короткий, емкий образ. Из того же польского плаката, вот, хотела вам показать, опять же, театральный плакат, метафора. Бумажный театр, в котором театр теней, все происходит действие из бумаги. Зазвание, значит, посмотрите, именно бумага становится образом этого плаката. Из нее с помощью надрыва и сжатия, и складывания возникает вот это вот лицо персонажа. Так что можно достаточно простыми способами передать именно какой-то символ и образ. Возвращаясь к театральному плакату, у нас работала такая пара художников Савастюк и Успенский. Очень много они делали в разных жанрах. В политическом плакате и в социальном, и в театральном. Вот эти плакаты театральные, я хотела вам показать для чего. Посмотрите. Плакат, вроде бы, графика, но мы можем здесь передать и звук тоже. То есть есть полное ощущение, что вот эта вот мечущаяся фигурка внутри колокола, и мы слышим просто звон, который его окружает со всех сторон с помощью вот этих вот линий напряженных, которые соединяют всю эту композицию. Балет Прокофьева, и именно эта музыка, она звучит как бы в плакате. Еще хотела показать три балетных плаката, в которых тоже можно понять ритм. Вот мы смотрим плакат художника Беонтовской «Лебединое озеро». «Лебединое озеро» – это классика, это тонкие арабески, движения, похожие на какие-то виньетки. И вот здесь эти лебединые шеи, образующие именно такой почти орнаментальный узор. Мы сразу понимаем, что это классический балет. Переходим в следующий. Плакат художника Миссерера к балету «Тропою грома». Сразу понятно, что это современное динамичное действие. Очень интересная пластика в движении персонажа. А в плакате художника Цвика к балету «Конек-горбунок» мы понимаем, что речь идет о детском балете. Здесь есть шутка. Вот персонаж, стоящий на балетных пуантах, «Конек». Так что и он сказочный, расцветший этими цветами, расписанными, как народные игрушки. Очень интересная тоже штука. Три разных балета, три разных плаката. Того же художника Цвика, посмотрите плакат к драме. Это все время я возвращаюсь к метафоре. Это Евгений Онегин. Произведение, которое вам всем знакомо. Если вы помните, как заканчивается роман. Пушкин пишет, «Идаль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал». Сквозь магический кристалл мы видим все, что происходит внутри. Здесь, сквозь главного героя, мы видим, что происходит. То есть весь мир происходит внутри души, внутри головы этого персонажа. Очень интересная метафора, очень интересный образ. Еще раз хотела вам напомнить в этом плакате художника Кулешова о взаимодействии текста и изображения. Вы видите, общее движение и всех шрифтовых надписей, и персонажей, рисованных в этом плакате, дают нам единую композицию, рассказывающую о действии, которые происходят. Другой пример. Как можно звук передать с помощью линий и шрифта тоже. Дублирование буквы в слове «Моцарт» и в слове «Сальери» буквы «М» и «Р». Вот этот штрих, он нам дает вибрацию струны. Мы чувствуем, что в этом спектакле главный герой – это музыка. Да, предыдущий плакат был художников Волкова и Авакумова. Вот это плакат художника Максима Обрезкова. Тоже можно обратить внимание, что здесь шрифт образует... Это рекламный плакат копери, но достаточно современное решение, для вас уже, конечно, устаревшее. Это время компакт-дисков, про которое вы уже все забыли. Здесь шрифт образует, как вот эти дорожки на компакт-диске, записанные. И с помощью этого мы понимаем, что речь идет именно о музыкальном действии. Шрифт, как единая история в композиции. Вот мы возвращаемся к социальному плакату. Видите, мир равных возможностей. И в том, и в другом человеке есть одни и те же качества, но у человека с ограниченными возможностями есть еще и гораздо большая воля к достижению цели. И именно эта воля, она, видите, выступает здесь, как замена ноги, то есть протез, буквальная история. Если посмотреть, то шрифт, как часть изображения. Очень интересное решение. О метафоре напоминаю еще раз. Вот посмотрите, плакат, в котором есть явная графическая метафора, а не прямое иллюстрирование, он живет вне времени, потому что то, что происходит здесь, вот это вот лже, наука, знахарство, которое отбрасывает тень смерти, это могло быть и сто лет назад, и может быть и сейчас. То есть невежество, которое приводит к непоправимым последствиям вот этот вот образ. Поэтому этот плакат остается вне времени. А какой-то, который слишком злободневен, слишком буквально схватывает ту историю, которая происходит только сегодня, здесь и сейчас, он рискует с изменением обстоятельств остаться не только как историческое. злобное. Опять же, графическая метафора с исчезновением, сгоранием сигареты, сгорают воды. Один из больших разделов социальных плакатов обращение именно к экологическому плакату, как к отдельному жанру. Вот обратите внимание, смотрите, как интересно сделана метафора глубины в виде батискафа, в виде подводной лодки. И именно там, на глубине, вместо воды в этом луче света мы видим мусор. Пластиковый. Тоже очень интересный образ о чистоте наших городов, как убирать. Собачка. Два смысла одного слова. Есть собачка живая, есть собачка, значок «эп», который мы ставим в адресах своей электронной почты. Здесь один и тот же персонаж. Можно считать по-разному. Но сейчас, если уж мы говорили о разных технических возможностях, то компьютер нам дал возможность такого монтажа, который до этого не было. И возможность писать в черно-белую фотографию персонажей живописи. Вот очень удачный такой по произведениям Платонова поставленный спектакль «Чевенгур». И плакат к этому. Я его поставила не только как пример удачного театрального плаката, но и как то, что если мы будем слепо идти вслед за компьютером и за его возможностями, то мы превратимся вот в этих брыггелевских персонажей слепцов, которые ведут слепцов и никуда и придем. Потому что нам нужно очень четко представлять именно образ плаката. Что мы хотим этим плакатам сказать? Не просто картинка, не просто надпись, а именно художественное решение. Чтобы проблемы не накатились на нас как снежный ком, на вот этом плакате. Здесь видите метафора растущих проблем именно как снежный ком, который катит, как сизиф свой камень, персонаж драмы Лермонтова «Маскарад» в плакате того же художника Абресского, о котором я уже говорила сегодня. Обратите внимание, что может быть чисто шрифтовой плакат, который тоже создает образ. Вот этот вот плакат, в котором надпись из букв повторяющегося названия спектакля «Учитель Бугус», она нам рассказывает о самой школе, в которой люди образовывали разные фигуры, работали с принципами биомеханики, как говорил Мерхольд, называл он эту свою школу таким образом. И вот фигуры, образующиеся из людей на сцене, и буквы, образующие те же фигуры, это тоже вот метафора, которая может быть передана чисто шрифтовыми средствами. Главное, чтобы был образ, который будет считан всеми на всех языках. Такой, как «Голод мира», которому уже в этом году исполняется 70 лет. В 1949 году Пикассо нарисовал «Голоды мира». И когда мы на него смотрим, он много возвращался к этой теме и в разных вариациях, мы все равно воспринимаем именно как плакат, призывающий к миру этот образ. Вот мое вам пожелание, чтобы в ваших плакатах были продуманные, взвешенные образы, пусть даже они сделаны одним розчерком пера, но чтобы это получалась история, которая сможет побудить других каким-то позитивным действием или рассказать историю, дать вам информацию, но обязательно остановить ваш взгляд и ваших зрителей на этом плакате. Спасибо большое. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо.